что у нас мусульмане, аль-хамду-ля, уже там в большей степени знают о том, что намаз, да, это обязательно там столб ислама и так далее. Но вот, например, о закате знают не так много. Возможно, вы как бы могли бы поделиться своим опытом, какую роль вообще вот закат занимает в вашей жизни? Да, если посмотреть раньше, всегда вот почему-то думали, что закат — это тоже самое садака. Даже такие стоятельные мусульмане, я знаю многие, когда я у них спрашиваю вопрос закат, когда на эту тему начинаешь разговаривать, то, что 2,5% нужно раз в год давать, должен несаб, хавли и так далее. Эти вещи не понимают. Я же садака даю, я помогаю там родственникам, там. Говорят, да я больше 2,5% даю. То есть сама суть должна быть не то, что там больше, не больше, да. Сама суть должна вот это вот два столпа быть выдержаны именно год пройти, и 2,5% с несаба должно быть. И это нужно тоже просвещать. Я думаю, это где-то упущение имамов тоже. Потому что не все имамы даже сами знают эту тему глубоко. Как давать, чего давать, кому давать. Потому что даже в некоторых селах имам говорят, вот примерно там родственникам помогает, это достаточно. Не могут даже, может быть, не получать образовать, стрематизировать и объяснять. Но мы должны понимать то, что закат, это является столпом ислама. Так же, как и шахада, как и ас-салат, как и аль-хадж, так же, как и пост месяца Рамадан. Третья столпа ислама. Пророк Мухаммад, Аллах Субханава Та'ля в Коране во многих аятах говорит, «Ва акиму салата, ва ату сзака». Часто приводится слово сзака ка хаку. Ату хактаху йоу махасаде. Худ мин амвалихим садақа. Имейте сзака. Ту тахнирум, тузакихим біха. То есть, вот эти вот вещи часто упоминаются в Коране. И являются таким же неотъемлемым столпом. Пророк Мухаммад, саллаху алейсаламу, хадисы ибн Умара, который приводит в Исаахи хейн, саахин мухари у муслим, то есть, мне было повелено сражаться с людьми до тех пор, пока не связи с тем, что нет божества, достоин поклонений, кроме Аллаха, то, что Мухаммад, араб и посланник Аллаха, пока не начнут молиться и пока не начнут выплачивать закат. А если они это сделают, то тогда что? Как в хадисе приводится. То есть, если они уже эти засвидетельствуют шахаду, скажут, и будут читать намаз, и будут выплачивать закат, тогда уже их кровь, их имущество, они не прикоснуты, то есть, нельзя к этому прикасаться, то есть, это для них харам мечтается. То есть, здесь Пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, не прикосновенно, здесь посланник Аллаха, саллаху алейсалям, указал на что? Указал на то, что шахада идет сразу в намаз и закат. То есть, вот эти вещи указывают на то, что человек мусульманин. И также, я буду сражаться с людьми до тех пор, если они будут расстелять между намазом и закатом, я буду проявлять по отношению к ним, я буду применять к ним сражение и борьбу против них. И, Аллах Субхану Талли в Кур'ане говорит, касательно заката тех людей, которые не уплачивают закат, те, которые накапливают свои сбережения и тем самым не тратят на пути Аллаха Субхану Талли, имейте в виду, не уплачивая закат, обрадуя их болезнями и наказанием. Тот день, судный день, когда будут и учужить будут их лбы, бока, спины тем, что они накопили. То есть, вот этим золотом, вот этим серебром. И это вкусите, это то, что вы накапливаете. Поэтому человек, если не будет давать, должен образно относиться к закату. То есть, вот эти наказания его ждут, судный день. И должен понимать то, что это не его. Это закат, то, что вот это 2,5%, если мы говорим закат из денег, то это 2,5%, это не его имущество, это имущество чужих людей. То есть, он как ворует, получается. То есть, он у себя это задерживает, то, что ему... Это не его хак, это хак других людей. Тех, вот эти 8 категорий, кому нужно давать закат. Поэтому мы должны это просвещать, как имамы. Нужно об этом говорить. Нужно, там бывает, например, часто приходят, посчитайте мне мой закат. Там, примерно, я сам не знаю, как. То есть, подсказывать, помогать, аль-хамду-ля. Лекции какие-то, аль-хамду-ля, записывать. Постараться это делать в легкой форме. Помимо саллаху, у меня тоже, если посмотреть, там в ютубе Асхад Гимадинов закат 25-25 минут. Все легко о закате. О всех пяти категориях заката, как и выдавать, как это. То есть, можно в легкой форме, аль-хамду-ля, это все изучить для себя и понять, как для себя почитать. Поэтому это, конечно, является такой неотъемлемой частью мусульманин, так же, как и молитва, так же, как и шахада. И мы должны понимать, что закат – это не садака. То есть, да, бывает, мусульмане садака намного больше дают, чем закат. Но закат – это как столб, который мы должны следить. Вот как бывает, например, человек следит за своими расходами, доходами, налогами и так далее. Также должен следить за своим закатом, чтобы правильно его выплатить раз в году, дать именно тому, тот, кому положено взять этот закат. Если он сможет разобраться, обратиться к имаму, он объяснит, покажет, поможет посчитать и так далее. Поэтому все мусульмане должны быть бдительны в этом вопросе. Быть бдительны в вопросе, чтобы не попасть под этот аят, не быть из униженных, не быть из тех людей, которые вкусят наказание за то, что они выплачивают закат. Даже если они читали намаз. Субханаллах, это очень страшно. Человек должен быть здесь бдительным. То есть за это отдельное наказание от Аллаха. И должен отнестись серьезно к этому вопросу. Исторически, даже если брать термин заката, сам феномен заката, он ведь был связан еще и с таким понятием, как вакф, например. То, что у нас чуть ли не на государственном уровне. Вот даже сегодня, если посмотрим примеры некоторых стран, с подавляющим таким мусульманским населением, мы можем увидеть то, что там есть институты вакфов, там есть министерство вакфов и так далее, которые распределяют ресурсы. Там мусульманин, например, пожилой, он уже как бы при смерти находится. Он понимает, что уже скоро. И он свои как бы сбережения, свое наследство, или какую-то часть от него он может как бы пожертвовать. Этот непосредственно вакф. И вакф, он исторически, например, тем же самым имамам, тем же самым ученым, например, или каким-нибудь студентам, которые обучаются где-то, у которых нет возможности работать на данный момент времени, им нужно усердствовать в знаниях, чтобы в дальнейшем уже приносить пользу. Им там выделялось что-то, к примеру, из этого. И вот понятие понимания вот этого, его действительно, как бы не все, скажем так, мусульмане на сегодняшний день, понимают вообще масштабность вот всего этого вопроса, связанного с закатом. Да, конечно, Субханал. Даже так говорят, если бы все правильно давали закат, не было бы бедных на земле. Да, если правильно. И это потому что, Субханал, потому что Аллах, Субханал, лучше знает, как что распределить. Он все это сотворил, Он все это создал. И Он лучше знает, что нужно для нас. Аллах, Субханал, говорит, Аллах лучше знает вас. Я всегда говорю то, что Аллах нас сотворил, наш Создатель, так скажем, Производитель лучше знает, что нам нужно для счастливой жизни, чем мы сами. Мы сами себя не сотворили. Аллах, Субханал, говорит, вы не были свидетели, когда я сотворил небеса и землю, когда создавал вас. То есть Аллах, Субханал, поэтому я говорю, мы сюда приехали на машине, у меня сервисная книжка. У меня написано в ней через 15 тысяч первую точку, вторую через 30 тысяч, через 45 тысяч. Если лампочка горит, я уже заранее записываюсь. Если я не поеду сделать ТО, и там 10 тысяч километров, я не проеду, у меня движок стукнет, я выкину машину и все. Почему? Потому что компания Мерседес или компания БМВ лучше знает, когда нужно поменять масло, когда нужно сделать ТО. Я всего лишь водитель. Я всего лишь водитель. А производитель лучше знает, когда что нужно сделать, чем я. То есть я не знаю, я водитель. Если что-то не так, компания БМВ не виновата, я виноват, неправильно вел машину. Также Аллах, наш производитель, наш создатель, лучше знает, что нужно для счастливой жизни. И он приказал. Некоторые думают, что вот закат нужно давать, там не хочется расставаться с этим. Аллах, Субханал, тебя здесь испытывает. Но ведь, если бы ты знал, закат для чего? Чтобы очистить твое все имущество. И вот те люди, кто правильно выдают закат, у них с каждым годом еще богаче и богаче становятся. Аллах дает свой баракат. Аллах посылает им новые возможности, новые имущества и новые заработки дает им. А те, кто скупо сидит и вот так вот, он так скупо и уйдет из этой жизни. Скупым был, скупым ушел и ничего с собой не забрал, ничего не заработал и себе не помог для вечной жизни. И в этой жизни не помог людям, которым, аль-хамдуля, мог бы принести большую пользу.